Итоги социально-экономического развития Чувашии в первом полугодии 2016 года и использование средств Дорожного фонда при строительстве и реконструкции автодорог обсуждали сегодня на еженедельном совещании у главы Чувашии. Среди основных положительных тенденций развития Чувашии министр экономического развития Владимир Аврелькин отметил увеличение заработной платы, относительно стабильную ситуацию на рынке труда и невысокую по сравнению с общероссийской инфляцией. Индекс промпроизводства за полгода составил почти 115%. Существенно произошла структура изменения обрабатывающих производств. Если раньше лидировали машиностроительный комплекс, то сегодня уже на повестку дня у нас выходит и перерабатывающая промышленность, я имею в виду, что это производство пищевых продуктов. То есть они сопоставимы уже с предприятием высокой добавленной стоимости, с электротехническими предприятиями. Растут объемы производства в химической, легкой и обрабатывающей промышленностях. В первом полугодии были открыты новые производственные площадки в Канаше, Чебоксарах и Новочебоксарске. Объем производства сельского хозяйства составил 109%. Растет производство мяса и птицы, а вот надои молока снижаются. Министр сельского хозяйства Сергей Артамонов отметил, что ситуация под контролем. Продуктивность растет, количество поголовья на самом деле растет, но тем не менее официальные цифры, поэтому здесь будем работать и по итогам июля, я думаю, цифры мы здесь выровняем. На самом деле очень большая доля молока у нас 65,5% надаивается в сельском личных подсобных хозяйствах, и там допущено снижение до 2%. В шести районах сегодня уборочные работы начались. Это в Алатырском районе, Батривском, Бурнарском, Канарском, Парецком районах. На сегодняшний день около 900 тонн зерна уже намолочено, и на этой неделе мы думаем процентов, ну почти все районы, у кого есть озимые, ну южные районы должны выйти. В целом урожайность на сегодняшний день около 30 центнеров с гектаром. Министр финансов Светлана Янилина рассказала, что в бюджете республики увеличились доходы. Ну на рост доходов в целом по консильдерному бюджету на 6,5% повлияли, конечно, за отчитываемый период и увеличение налоговых и неналоговых доходов. Почти на 10% по консильдерному бюджету мы имеем положительную динамику. Все основные виды доходов, они в положительном тренде. Наибольший темп роста имеют акцизы. В основном это за счет акцизов на нефтепродукты, потому что мы знаем, в текущем году у нас увеличились ставки по ним. Также положительную динамику и неплохую положительную динамику, 125%, почти это налог на прибыль организации. Обсудили на еженедельном совещании качество ремонта дорог в республике. По данным МВД, в Чувашии за полгода произошло 624 ДТП. Из них 45% из-за плохих дорожных условий. Министерство дорожного хозяйства. Проблемы признают. Какие основные причины недостаточных темпов дорожных работ? Первая основная причина – это то, что основное наше предприятие, которое имело большой объем контрактов в 2015 году, Акционерное общество Чувашистодор, мы сегодня находимся в конкурсном управлении. И практически все виды работ, и строительство, и текущий, и капитальный ремонт практически все установлены. Михаил Игнатьев призвал Министерство финансов и дорожного хозяйства отслеживать эффективное освоение каждого бюджетного рубля. И напомнил, что ремонт дорог должен быть качественным и своевременным. Татьяна Молокова, Республика.